От гимнов государственных к гимнам церковным. В храме Христа Спасителя во вторник начнет работу Архиерейский собор. Высшие иерархи Русской Православной Церкви намерены определиться со своим пониманием прав и свобод человека, а также вынести решение о том, нужен ли Церкви собственный суд. Весьма вероятно, что высшим иереям придется дать ответ и на открытое письмо московских священников к Архиерейскому собору. Это обращение посвящено одной проблеме – опасности необновленчества. Проще говоря, авторы выступают против русификации церковно-славянского богослужения и других нововведений. С подробностями Алла Данилкина. И это тоже Слово Божие. Солист православной рок-группы «Экзорцист» – действующий священник Орловской епархии Владимир Гусев. В каждой песне – строки из православных молитв. Известный в России экзорцист 14 лет работает с несовершеннолетними наркоманами. Он уверен, единственный способ донести до них Слово Божие – говорить с подростками на их языке. В местной епархии проповедь в хард-роковой аранжировке не одобрили. Проект оказался под запретом. Здесь можно поспорить, но в корне сказать, что нет – это плохо. Я считаю, что это фарисейство. Мы детей бросаем, своих детей. Мы пока не знаем мнение официальной церкви, но мне уже запретили этот проект. Мой правящий архиерей мне уже запретил. Он сказал, что я считаю, что это неправильно. Важнее традиции. Вопрос соблюдения православных традиций вновь в повестке дня. Накануне архиерейского собора в интернете появилось письмо, подписанное авторитетными протоиереями. В нем тревога. Ползучая богослужебная реформация подрывает устой РПЦ. И просьба – не допускать богослужения на русском языке, послабление в постах и псевдомиссионерство. Церковь не должна подстраиваться под человека. Наша задача – не играть в демократию со стадом человекообразных обезьян. А наша задача – через церковную культуру просвещать умы и сердца. На самого отца Артемия прихожане не жалуются. Его службы понятны и на Старославянском. Настоятель – один из подписантов обращения. Кого именно имели в виду пастыри – неясно. Поименно в письме никто не назван. Но тон такой, что вздрогнули все, кто ищет новые пути к пастре. Молодой священник Крутицкого подворья Дмитрий Першин, как и экзорцист Владимир Гусев, обеими руками за сохранение основ православия. Но он считает, что современный мир диктует новые правила. В церкви нужно сделать шаг навстречу людям, иначе ей грозит самоизоляция. В новом мире, в котором мы оказались, старые формы сами по себе работать не будут. Их нужно принести. И вот если мы сможем это сделать, если мы найдем эти слова, и эти формы общения новые, может быть, по-новому, о том же, о вечном и о старом, тогда есть надежда, что мы переживем и 21-й, и 23-й, и Россия действительно останется православной. Прихожанин Крутицкого подворья Владимир родился в религиозной по советским меркам семье, но к вере долгое время оставался равнодушным. Пока, два года назад, любитель походов не попал в группу скаутов, которую создал отец Дмитрий. Спор, который разгорелся внутри церковной ограды, имеет давнюю историю, но еще никогда мир не менялся так быстро. Церковь может войти в новый мир и быть готова к переменам, или запереться и сохранять традиции, пока церковные ворота полуоткрыты. Алла Данилкина, Вячеслав Харитонов, Сергей Меркулов, РЕН-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok